Да, кошмарный звук обусловлен тем, что у данной модели камеры не включается внешний микрофон. Как видите, педлички нет. Привет, интернет, с вами Фин. И пока вы приходите в себя из мандариново-алкогольной комы, я бы хотел вам предложить, чем заняться ближайшую неделю. А именно, посмотреть несколько фильмов, которые продолжат для вас атмосферу праздника и веселья. Начнем, наверное, с самого известного фильма в этом списке. Это Крепкий орешек, часть первая. Вполне ожидаемый фильм в этом списке. Многие топы и рейтинги частенько включают этот фильм в новогоднюю тему. Лично мне этот фильм нравится не только за тему Нового года. И кто смотрел вторую часть, тот точно знает, что она обладает гораздо более снежной атмосферой. Но первый фильм все-таки с точки зрения рождения героя-боевика в лице Брюса Уиллиса гораздо более ценен. Ведь в фильме любой рядовой охранник для него был проблемой. И весь фильм герой балансировал на грани жизни и смерти. А сам фильм из-за этого балансировал на грани боевика и подключения. Отличный новогодний фильм. А продолжим список. Семейные комедии ужасов. Вы, наверное, уже догадались, о чем идет речь. Это Гремлины. Семейная комедия ужасов, в которой показано, как важно соблюдать правила, даже если они непонятны тебе лично. И как не стоит проверять эти же правила на прочность. Ведь если их нарушить, то приходят они, маленькие, вредные и весьма опасные существа. Гремлины. В свое время фильм, кстати, обвиняли в том, что для семейного рождественского фильма он слишком мрачен. Но фильм не растерял своего обаяния и 30 лет спустя. И да, я не смог обойти мимо советский кинематограф, в котором тоже есть замечательные советские новогодние фильмы. И этот фильм – Чародей. Это потрясающая киносказка по мотивам творчества братьев Стругацких, которые создают отличное новогоднее настроение, в разы мощнее, чем та же ирония судьбы. Это история любви, которая развернулась в канун Нового года. Главных героев излучает главный злодей. Им приходится бороться за любовь, сражаясь с силами зла в прямом смысле этого слова. В декорациях советского быта. И все это с песнями и советскими актерами первой величины. Чего только стоит эта песня. А следующий фильм, наверное, оценят самые маленькие зрители. Это новогодние приключения Маши и Вити. И раз вот связь зашла о советском новогоднем киное, то я не могу не упомянуть этот отличный фильм. И, вероятно, вы можете возмутиться. Это же совсем детский фильм. Да так и есть. Но только когда я был маленький, я лично был в восторге. И я очень рекомендую его смотреть современным детям. Да и родителям тоже не мешает иногда вспомнить, что такое детство. А последним в списке я бы хотел предложить очень необычный новогодний фильм, о котором, наверное, никто даже не вспомнит, говоря о новогодних фильмах вообще. Так вот, это фильм «Четыре комнаты». Удивительно, но это совсем нетипичный фильм для этого списка. И в список-то этот фильм попал только потому, что действия происходят в Новый год. Но я лично хочу, чтобы этот фильм посмотрел как можно больше людей, так как в свое время он был дико недооценен. А на самом деле, это великий шедевр независимого кино, которое сняли аж четыре режиссера. Действия фильма происходят в отеле. В нем почти нет единого сюжета. По сути, нам показывают четыре разных эпизода, связанных хронологически. И во всех участвует главный герой, коридорный Тед. В канун Нового года ему придется побывать на шабаше «Ведник», поучаствовать в семейной ролевой драме, побыть нянькой детей мексиканского гангстера и разыграть интересные пари для голливудских гостей. Отвязанный фильм с тем муротом в главной роли. Ну, вот такой получился список. Кому-то он покажется нелепым. Возможно, кто-то скажет, ой, зачем ты постелил детские фильмы. Но вы знаете, эти фильмы я рекомендую от сердца. Потому что именно эти фильмы сдают ту самую атмосферу праздника в душе. И именно поэтому я их и рекомендую. Всех с наступившим Новым годом! Если вы молодые, то не пейте. Если вы достаточно взрослые, чтобы пить, то не пейте многое. Всем удачи! Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok